Дорогие друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Будем размышлять над Словом Божьим, но перед тем, как будем читать текст, я бы хотел сделать введение. Сегодня утром уже Данил говорил о том, что у церкви радикально другие ценности. И вот знаете, я когда смотрю на современное общество, я вижу, что наше общество, нашу современную культуру захлестнула волна стремления к успеху. Если раньше кумирами у поколения школьников, студентов, которым я был, у нас были кумирами музыканты, спортсмены, то сегодня многие хотят быть похожими на бизнесменов. Каждый, пожалуй, наш знакомый, он хочет быть успешным. Кто-то хочет быть успешным в бизнесе, кто-то хочет быть успешным в карьере, кто-то хочет быть успешным в отношениях, кто-то хочет быть успешным в родительстве. Но никто не хочет быть неудачником. И знаете, сегодня я смотрю на наше общество и вижу, что секреты успеха Уоррена Баффета или Билла Гейтса, они просто заполонили там Ютуб и социальные сети. Тони Робинс собирает стадионы здесь, в Москве, на свои мотивирующие речи. Ну а многие девушки, они мечтают выйти замуж, если не за бизнесмена, то за какого-то чиновника или сына прокурора. Каждый хочет быть успешным. И кажется, наш мир, он просто сходит с ума в попытке найти все новые и новые способы достижения успеха, потому что этот успех, он постоянно куда-то убегает, он постоянно куда-то исчезает. Люди ищут тех, кто наконец-то даст им, знаете, такой волшебный пинок, чтобы они уже поднялись с дивана, чтобы они дели куда-то свою лень и начали достигать те цели, которые были поставлены год назад, два года назад, там, десять лет назад. Но, знаете, вот это я говорю про мир, про общество, в котором мы живем. Но когда мы смотрим на нас, на христиан, на церковь, перед нами, последователями Иисуса, тоже стоит задача, каждый день стоит задача быть, жить на сто процентов для Него, прожить свою жизнь на сто процентов для Христа. Потому что, даже если мы будем честны сами с собой, то, когда мы вернемся сегодня домой, мы снова столкнемся с какой-то суетой. Мы окунемся в суету, кто-то будет, студенты, может быть, школьники, которые сейчас поступают, они будут, засядут за учебники, чтобы готовиться к экзаменам, чтобы поступить. Кто-то, возможно, будет всю неделю страдать от жары и отсутствия клиентов в офисе. Кто-то будет страдать от того, что лето, график сбит, и вы просто будете убивать свое время, либо на даче, либо здесь, в городе. Но нам надо понять, что зачастую мы, верующие, до конца не знаем, как нам быть успешным. Больше читать Библию – да, больше молиться – да, больше благовествовать – да. Но, знаете, мы много всего знаем из проповеди, мы много всего знаем из основ веры, из курса «Основы ученичества» в нашей Церкви, но зачастую мы упускаем какие-то важные моменты. И, знаете, сегодня у нас будет возможность учиться, пожалуй, у одного из самого успешного ученика Христа. Знаете, интересно, когда апостолы, когда Иисус еще был с ними, с апостолами, они не понимали, что Иисус должен умереть. Они ожидали Мессию, они понимали, да, Иисус – Мессия, но они ожидали Мессию, который победит римлян, который сделает их, евреев, самым сильным народом. Он восстановит былое величие, которым оно было при Соломоне. Они считали, что в этом настоящий успех. Именно таким должен быть Мессия. Иисус говорил им много раз, что ему надо будет умереть. Но они не слышали это, потому что их понимание успеха Мессии и своих учеников Мессии было именно таким – восстановить величие. Как минимум, каким оно было при Соломоне, чтобы имя евреев звучало по всему миру. Но Иисус не оправдал их надежд. Знаете, Иисус, Он умер. Бог смирил Себя и принял смертный Голгофе от рук творения. Бог был послушан Отцу и отдал Себя во искупление многих. И в этом был Его секрет успеха. Секрет успеха в выполнении той миссии, ради которой Он пришел на землю. Апостолы, ученики Иисуса, они поняли все это только тогда, когда они получили Святого Духа. В прошлое воскресенье мы праздновали праздник Троица, Пятьдесятница, День Сошествия Святого Духа. Когда они получили Святого Духа, тогда они поняли, в чем на самом деле настоящий успех Христа, Мессии. И именно после этого они стали послушными Христу в их призвании и приняли смерть за то дело, которое Он поручил им. Мы знаем, что все апостолы, кроме апостола Иоанна, они умерли мученической смертью. Сегодня я бы хотел, чтобы мы взглянули на принципы жизни одного из апостолов. Это не тот апостол из числа 12, но, пожалуй, это самый успешный апостол, про которого мы читаем на страницах Нового Завета. Им написана большая часть книг Нового Завета, им пройдено больше всех километров с проповедью Евангелия. Его духовным наследием являемся мы с вами, язычники, которым проповедовал Евангелие апостол Павел. Мы сейчас посмотрим на прощальную речь апостола Павла, которой он обращается к своим друзьям, к своим соработникам, с которыми он провел три года в служении бок о бок в Ефесской церкви. Павел идет в Иерусалим, оттуда потом его отправят в Рим, и уже сейчас он понимает, что, скорее всего, это последняя встреча вот с этими друзьями, с которыми он вместе трудился в Ефесе. Поэтому, по сути, вот эти слова, которые он говорит этим братьям, это его такая эпитафия, надгробная надпись, итог всей его жизни и служения. Итак, давайте откроем текст. Мы будем читать сегодня с вами из Деяний 20 главы, из 19 стиха. Вы можете уже открыть текст. Это речь, которая записана здесь, в 20 главе Деяний. Самая длинная речь в этой книге, которая обращена к верующим, а не к неверующим. В книге Деяний мы встречаем множество проповедей апостолов и неапостолов, которые обращены к неверующим людям. Некоторые достаточно длинные. Проповедь Стефана, она занимает всю седьмую главу. В книге Деяний святых апостолов. Но вот эта речь, речь Павла к своим друзьям из Ефеса, пресвитерам, служителям, это самая длинная речь, которая обращена к верующим. Поэтому для нас она особенно актуальна. Павел – это тот апостол, который в разных своих посланиях писал, кажется, противоречащие друг другу вещи, но он писал вот что. В одном послании он пишет, «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». В другом послании он пишет, «Подражайте мне, как я Христу». И тут нет противоречия, потому что первую фразу он пишет в церковь в Ефесе, по сути, тем братьям, с кем он вот сейчас встречается. Эта церковь была достаточно здоровой, и он указывает им на Бога, «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Вторую же фразу, «Подражайте мне, как я Христу», он пишет в послании Коринфянам. В первом послании Коринфянам он адресует ее коринфским верующим в церковь, где члены были, мягко говоря, младенцами во Христе, то есть такая проблемная церковь. И он говорит им, «Подражайте мне, как я Христу». Друзья, и вот мы, русско-библейская церковь, нам сейчас, буквально через 2-3 месяца будет 10 лет. Многие из нас только начинают свой путь со Христом. Поэтому для нас то, что мы видим здесь, вот эти принципы жизни, которые Павел оставляет нам на страницах этой главы «Деяния святых апостолов», 20-й главы, для нас очень важны, потому что это итог всей его жизни. Он подводит итог всей своей жизни в этой главе, и мы можем учиться этим принципам у Павла, у того человека, который подражал Христу и который призывает нас, «Подражайте мне, как я Христу». Итак, давайте посмотрим на этот текст, «Деяния 20-го глава», и мы прочитаем сейчас 20-й, 26-й и 27-й стихи. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародные по домам», 26-й. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Итак, в этих стихах мы видим первый принцип успешной жизни Павла и нас, христиан, «Сделай все, чтобы твое поколение знало истину». Посмотрите, Павел говорит своим друзьям два раза о том, что он сделал все для того, чтобы они знали истину в полноте. И он подчеркивает, что он чист от крови всех. Нам может показаться это странным, но Павел был евреем, мало того, он был фарисеем, он отлично знал Ветхий Завет, и, скорее всего, он намекает на текст из Ветхого Завета, из книги «Изекииль», 3-я глава, 8-й стих. Там Бог обращается к людям. «Когда я, то есть Бог, скажу беззаконнику, «Беззаконник, ты смертью умрешь, а ты, пророк, не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». И вот Павел говорит, я чист от крови всех, то есть я сделал все возможное, чтобы вы, церковь Ефесия, служители Ефесской церкви, вы знали истину. Он трудился там три года, проповедовал, 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 провозглашал Евангелие. И знаете, я хотел бы это сравнить, это можно сравнить вот с чем. Причем представьте, что у нас было бы с вами лекарство от рака, которое исцеляет со стопроцентной эффективностью. И мы вот сидим здесь и никому не говорим об этом. Это наше, это наш такой церковный секретик, и то это только для членов церкви, хочешь получить, стать членом. Но если мы никому не рассказываем об этом, если мы никому не говорим об этом, то по сути сотни и тысячи смертей, которые каждый год происходят от этой страшной болезни, они будут на нашей совести. И вот Павел говорит, моя совесть чиста, я чист от крови всех. И осознание этого делает самого Павла. И нас с вами должно делать, по сути, почтальонами. Я долго искал аналогию, но я думаю, мы похожи с вами, друзья, на почтальонов. Почтальон ведь, он не несет ответственности за то, понравилось ли содержание письма получателю или не понравилось. Ответственность почтальона в том, чтобы доставить письмо или посылку в том виде, в котором оно было отправлено, чтобы ничего не потерялось, ничего не порвалось, не развалилось, не сломалось там внутри. И вот когда речь идет о благой вести, то нам надо понимать, что мы не ответственны за то, покаются ли люди от нашей проповеди или нет. Мы ответственны за то, чтобы верно донести весть Евангелия. А в чем заключается весть Евангелия? В чем заключается благая весть? Радостная благая весть, она не работает без плохой вести, потому что если человеку не нужен Спаситель, если у него все окей, то ему не нужен Иисус. Поэтому радостная весть всегда начинается с плохой вести, о том, что все мы мертвы по нашим грехам и беззакониям. Все люди в этом мире мертвы по грехам и беззакониям. Мы мертвы и ничего не можем сами с этим сделать. Мы подлежим справедливому, страшному Божьему суду за нашу вражду против Него. Но радостная весть в том, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына Иисуса, который сделал для нас то, то, что мы никогда сами не могли бы сделать. Он жил безгрешной жизнью, которой мы должны были бы жить. И затем Он умер смертью грешника, которой мы должны были бы умереть. А затем Он предлагает нам прощение в качестве подарка всем, кто примет это прощение. И вот Евангелие говорит нам, что если мы отвернемся от нашего греха и признаем нашу нужду в спасении, то Он спасет нас от гнева Отца и даст нам вечную жизнь. И мы, друзья, мы не несем ответственности, нравится это людям, которые слушают нас, или нет. Но мы несем ответственность за то, чтобы люди услышали это и поняли это. И каждый из нас должен спросить себя, а знает ли мое окружение вот эту истину? Донесли ли мы до них, что мы не просто верующие, что мы не просто не пьем, не курим, матом не ругаемся, что им надо прийти на церковь в Пасху? Донесли ли мы до них всю суть Евангелия? И посмотрите, что Павел говорит в 31 стихе этой главы. Он говорит, я три года день и ночь непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Три года Он проповедовал им Евангелие, чтобы они услышали и поняли Его. И пусть это также вдохновляет нас, чтобы мы, каждый из нас, сделал все, чтобы наше поколение знало истину. Мы идем дальше и переходим ко второму принципу успешной жизни. Я называл его «Указывай на Христа, а не на себя». Посмотрите на 19 стих, 19 стих 20 главы. Павел говорит, «Работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Обычно, когда мы с вами смотрим на каких-то таких известных, успешных людей, мы не ожидаем от них услышать что-то вот такое в качестве их истории успеха, что Он со смиренно-мудрием, со многими слезами что-то там делал. Интересно, что вот это слово, которое Павел здесь употребляет, слово «смиренно-мудрия», в оригинале употреблялось для признания собственной слабости и вообще для описания работы раба. И Павел неспроста говорит здесь о себе именно такими словами, потому что он понимает, суть христианской жизни, суть христианского служения – это не стать каким-то великим супергероем. Нет. Суть христианской жизни в том, что мы служим великому Богу, который спасает нас, самых обычных людей, и Святым Духом дает нам силы, чтобы мы были соработниками в деле созидания церкви и проповеди Евангелия. Павел хочет, чтобы его друзья, вот эти служители из Ефесской церкви, которые последний раз собрались вокруг него, чтобы они не восхищались им, а чтобы они бы восхищались Спасителем, Христом. По сути, Павел хочет сказать им, подражайте не мне, а Богу, как чадо возлюбленное. Я не нужен вам больше, у вас есть Иисус, взирайте на Него. К сожалению, мы верующие, мы под влиянием той культуры, того общества, в котором мы находимся, мы часто любим выстраивать свою жизнь, свое служение вокруг каких-то людей, у которых мы считаем есть авторитет. Но мы должны понимать, что Бог не просто так спрятал могилу Моисея, потому что если бы Он не сделал этого, то евреи до сих пор ходили бы туда и поклонялись Моисею. Он же хотел, чтобы Его народ поклонялся только Ему. Каждому из нас надо стремиться к тому, чтобы быть соработниками у Бога. Мы очень также любим делать героями веры каких-то людей, про которых мы читаем в Библии. Например, в Ветхом Завете, вот я когда учился в школе, ну там все вот эти патриархи, судьи, цари, для меня это были, ну прямо, супергерои. Для меня был шок, когда я однажды услышал проповедь про Самсона, что это оказывается не супергерой, которых там филистимлян направо-налево мочил, а ну такой, ну нехороший человек, который просто пренебрег своим призванием от Бога. И нам надо осознать самим и помочь осознать другим людям, что все мы, в том числе и те люди, про которых мы читаем в Писании, кроме Христа, все мы люди грешники, нуждающиеся в благодати, нуждающиеся в Спасителе. А источник благодати, силы, мудрости – это сам Иисус Христос. Итак, друзья, принцип номер два – это указывай на Христа, а не на себя или на кого-то другого. Всегда указывай на Христа. Павел жил таким образом. Принцип успешной жизни номер три, который мы находим в этом тексте – вкладывайся в Божью Церковь. Посмотрите на 28 стих. Павел говорит здесь. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями. Пости Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». По сути, Павел говорит, что есть только один институт на этой земле, за которой умер Иисус – это Церковь. Только за Церковь Он отдал Себя, Он отдал Свою жизнь. Знаете, сегодня люди, и это становится все более модным, они пытаются инвестировать, все хотят быть инвесторами также, пытаются инвестировать. Кто-то просто в банк кладет деньги на депозит, кто-то пытается покупать акции «Газпрома», кто-то мудрее покупает акции «Эппла», кто-то вкладывает деньги в недвижимость, кто-то вкладывает деньги в самообразование, кто-то вкладывает деньги в своих детей. Но нет инвестиции лучше, чем инвестиция в Церковь. И я говорю здесь не о финансах, я говорю об инвестиции под названием «Жизнь». В этом тексте Павел, по сути, говорит, «Если Иисус пролил свою кровь за Церковь, то и я готов отдать себя самого ради нее». Да, друзья, мы с вами не апостолы. Мы не апостол Павел, не апостол Петр и даже не Фома. Но Церковь Божья все равно должна быть центром нашего служения, центром нашей жизни. Церковь – это тело Христа. То, с помощью чего сам Иисус совершает свой труд на земле. Знаете, когда я хочу что-то сделать, допустим, я хочу мороженое из холодильника, я не посылаю какие-то импульсы своим мозгом, чтобы дверь холодильника открылась и мороженое прилетело ко мне. Нет, импульсы моего мозга, они работают в моем теле. Я встаю, я подхожу к холодильнику, открываю дверь и беру мороженое. Бог Иисус, Он также работает через свою Церковь, как и мы работаем своим телом. Церковь – это невеста Христа, за которую Он отдал свою жизнь, и мы должны любить ее. Я знаю, что, возможно, некоторые, кто сейчас здесь сидит, подумал, ну, а наша-то церковь далеко не идеальна. Тут не так много теплоты, как в той церкви, где я был раньше. Тут не такая музыка, которая мне нравится. В конце концов, она далеко от метро. Но, друзья, но и за нашу Церковь умер Христос. И за нашу Церковь. Не только за вашу любимую. За нашу неидеальную русскую библейскую Церковь умер Иисус. Поэтому мы должны посещать ее не просто каждое воскресенье, но быть глубоко преданы тому, чтобы наши духовные дары, наши таланты служили для ее роста, развития, для умножения. Часто мы думаем, друзья, знаете, что придет какой-то политик и изменит жизнь в нашем городе или в нашей стране. Вот сейчас началась подготовка к выборам в Мосгордуму, кипят политические баталии в основном в Фейсбуке. Но я уверен, друзья, что если наша Церковь будет на 100% исполнять свое предназначение, то, возможно, следующим муниципальным депутатом или депутатом Мосгордума, а может быть, даже мэром нашего города будет член нашей Церкви. Мы не должны к этому стремиться. Нет, я не про это. Но Бог может это сделать, если мы будем благовествовать, если мы будем провозглашать Евангелие так, как хочет этого Бог. Он способен это сделать, потому что только Церковь может предложить нашему миру, нашему городу настоящую надежду, настоящее спасение, настоящее утешение. Мы любовью Христа можем залечить те раны, погасить ту вражду, которая сейчас есть в нашем городе. Поэтому, друзья, вкладывайтесь в Божью Церковь. И мы переходим к четвертому принципу успешной жизни каждого христианина. «Будь верным в том, что поручил тебе Иисус». Посмотрите на 24 стих. Павел говорит здесь. «Я ни на что не взираю и не дрожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. Я ни на что не взираю и не дрожу своей жизнью». Павел понимает, у него есть служение от Бога, благовествовать язычникам. И нам надо понимать, что у каждого из нас есть предназначение от Бога, призвание от Бога. Он не дает одинаковое призвание всем. Нет. Но нам надо понимать, что нет призвания хуже или лучше. Каждого из нас Бог призывает к чему-то определенному. Для чего-то каждого из нас. Призвание от Бога, оно тесно связано с духовными дарованиями, с талантами нашими, которые Бог дал нам. И каждый из нас даст Богу отчет не за то, каким было наше призвание, а за то, насколько верными мы были в его исполнении. В первом послании к Оринфянам, 4 глава, 2 стих, Павел пишет такие слова на эту тему. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верен». Домостроитель – это слуга. В доме было много разных слуг. И вот этот домостроитель, про которого Павел здесь говорит, это слуга, который не отвечает за весь дом, а отвечает за какую-то конкретную функцию в этом доме. И, знаете, сегодня мы, христиане, бывает, мечтаем о том, чтобы оказать влияние на общество, изменить этот мир, открыть тысячи церквей. Все это хорошо и замечательно, но для Бога главное – быть верным в малом, в том, что Он доверяет каждому из нас. Когда мы смотрим в Писание, мы находим огромное количество подтверждений этой мысли. К Иисусу приходит мальчик, когда Иисус хотел накормить огромное количество людей, которые слушали Его несколько дней, но Он хочет накормить их, и нету хлебов. Ученики говорят, у нас нечем накормить их. И к нему приходит мальчик и говорит, вот, у меня есть пять хлебов и две рыбки. И Иисус берет это малое, что было у этого мальчика, и Он делает великое. Бог также говорит нам на страницах Священного Писания, «Будь верным в малом, над многим тебя поставлю». Знаете, мое служение началось с того, что я в церкви расставлял стулья. Я жил, наша семья жила ближе всего к тому помещению, которое арендовала наша община, и вот я приходил за час до собрания и вот расставлял стулья. Знаете, я чувствовал это вот то, к чему Бог меня призывает. Я очень вообще психовал, скажу так, когда кто-то вмешивался в мое служение, потому что только я знал, какое расстояние нужно поставить между стульями для того, чтобы людям было комфортно. Если кто-то вдруг сдвигал, я думал, ну тогда ему будет неудобно, и он прослушает проповедь. Друзья, у Бога в церкви нет каких-то мелочей. Все важно. И каждому из нас надо быть просто верным в малом и доверять это малое Богу. И тогда он из этого малого сделает что-то великое. Верность в малом – это для детей, для подростков, это быть послушным родителем. Верность в малом – это благовестие. Верность в малом – это молиться и читать Библию. Верность в малом – это служить в церкви. Если ты не знаешь, где и как, то начинай пробовать просто. Верность в малом – это давать десятину. Верность в малом – это исполнять открытую в Писании Божью волю. И казалось бы, все это какие-то мелочи по сравнению с тем, чтобы завоевать мир для Христа. Но именно эти мелочи Бог использует для того, чтобы творить свои великие дела через нас с вами, обычных людей. Поэтому будь верным в том, что поручает тебе Бог. Мы идем дальше и видим пятый принцип. Пятый принцип успешной жизни апостола Павла, которым он делится с нами. Будь верным до конца. Мы прочитали сейчас с вами 24 стих, но посмотрите на стих раньше, выше. 23 стих. «Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я, невзирая ни на что, и не дрожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое». Павел понимает, что его ждет совсем скоро что-то тяжелое – узы и скорби. Но для него это не является каким-то препятствием. Он понимает, что его жизнь подходит к концу, и он хочет закончить свое служение с честью, пронести огонь веры до конца, огонь служения Христу до своего последнего вздоха. И когда я сегодня смотрю на современную церковь, к сожалению, мы видим слишком много христиан, которые очень хорошо начинают свою жизнь, очень хорошо и ярко начинают свое служение, но так и не финишируют. Они сходят с дистанции. Происходит где-то какая-то поломка, слом. Нам, людям, чисто по-человечески, нам проще сделать какой-то короткий проект, нам проще пробежать какую-то короткую дистанцию, спринт, а марафонцы или какие-то ультрамарафонцы, они кажутся нам богами, они там столько километров пробегают, никакой нормальный человек не может сделать так. Но, друзья, мы верующие, мы вот такие марафонцы. Наше служение начинается сегодня и продолжается до конца, до нашего последнего вздоха. Сегодня современные музыканты, они вот похожи на таких людей, они быстро вспыхивают, один-два хита, и уже на следующий год их никто не помнит. Почему так происходит с нами, с христианами? Почему нам тяжело так часто идти с Богом до конца, до самого финала? Я думаю, причин есть несколько этому. Первая причина – это в том, что жить с Богом на самом деле это сложно. Люди, неверующие люди, часто пытаются заклеймить нас, христиан, что христианство – это вера для слабаков. Но на самом деле цена следования за Христом, она большая. Сложно жить так, как хочет Бог. И бывает такое, что легко принять решение. Дети могут принять решение. Да, я покаялся в лагере, я покаялся на конференции, там атмосфера такая, тем более, если еще какую-то конфетку дают, а бывает и такое. Но человек остается грешником. И когда наступает время платить цену за свою веру, то это уже слишком. Я не готов для этого. Кто-то на самом деле никогда не думал о цене следования за Христом. Иисус меня любит? Отлично. Он возьмет меня на небеса? Просто супер. Он поможет решить мне все мои проблемы? Я хочу такого Иисуса. Я хочу такого Спасителя. Но в какой-то момент послушание Христу, следование за Ним становится прямо противоположным тому, куда вы сами хотите прийти. И тогда приходится честно отвечать на вопрос, а настолько ли ценен Иисус для меня, чтобы жертвовать ради Него моим житейским счастьем? Счастьем таким, каким я его понимаю. И многие отвечают на этот вопрос, нет, и они сходят с дистанции. А некоторые сходят с дистанции просто потому, что они устают. Они трудятся для Христа, но не видят какого-то результата, отдачи, плода. Но на самом деле, когда мы смотрим на того же апостола Павла, мы видим, что не всегда его служение было успешным, так как нам хотелось бы, чтобы служение апостола было успешным. Представьте, что он, будучи апостолом, постоянно сталкивался с тем, что результатом его проповеди были не многотысячные покаяния, а побои и гонения. Мало того, на его проповедях тоже спали. Это иногда утешает меня, когда я проповедую, признаюсь. Один парень заснул так, что свалился с третьего этажа и умер. Но Павел не останавливался. Это не останавливало его. Он продолжал проповедовать, он продолжал служение, потому что он понимал, он должен быть как хороший спортсмен, который хочет добежать до финиша, где его ждет Иисус со словами «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Поэтому, если тебе сложно, взирая на Христа, который ждет тебя за финишем, если цена следования за Иисусом слишком высока, напоминай себе эти слова «Хорошо, добрый и верный раб». Если ты устал, то помни, что Иисус ждет тебя, чтобы подарить тебе вечный мир, покой, радость в Его присутствии. Помните, не важно, как вы начали свою жизнь со Христом, важно то, как вы ее закончите. Оставайтесь верными до конца. Как и Иисус, который пошел до конца и принял мучение и смерть за каждого из нас. И мы переходим к последнему пункту и, пожалуй, к самому важному пункту принципу успешной жизни апостола Павла. «Давай больше, чем получаешь». Посмотрите 33-35 стихи. Павел говорит своим друзьям. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Во всем я показал вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал «Блажение давать, нежели принимать». Это последние слова, которые Павел говорит своим друзьям и сработникам из Ефеса. И последние слова, они зачастую самые важные. они не дают покоя Павлу. Именно эти слова Павел хочет, чтобы запомнили все эти люди, которые окружили его. И вот эти последние слова, это слова о жертвенности. Павел неразрывно связывает свою благословенную, успешную жизнь с тем, что он давал больше, чем получал. Почему? Потому что так жил сам Иисус. Иисус, вся жизнь Иисуса была служением, а не ожиданием того, что Ему послужат. Даже в ночь перед распятием, перед Своей смертью, Иисус служит Своим ученикам тем, что Он омывает их ноги. Иисус служил. «Блажение давать, нежели принимать». Интересно, что этих слов Иисуса нет ни в одном из Евангелий. Но мы с вами знаем, мы с вами знаем, что Евангелие не содержит всего того, что Он говорил за три с половиной года Своего служения. Мы знаем это с вами с самого последнего стиха Евангелия Теана, где Иоанн говорит об этом. И, видимо, эти слова, «блажение давать, нежели принимать», они дошли до Павла благодаря какой-то устной традиции. В конце концов, не так много времени еще прошло с момента, когда Иисус умер, а Павел общался с апостолами, которые жили с Иисусом все эти три с половиной года. И вот эти слова, «блажение давать, нежели принимать», они на самом деле бросают вызов каждому из нас. А так ли мы смотрим на нашу жизнь в контексте брака? Действительно ли мы думаем, что блажение давать, нежели чем принимать в браке? Служим ли мы своим супругам больше, чем ожидаем от них служения? Братья, мужья, о чьих предпочтениях вы больше заботитесь? Больше о своих или о ваших супругах? Сестры, жены, чей комфорт и счастье для вас ценнее? Ваши или же ваших мужей? Блажение давать, нежели получать. Так ли мы смотрим на нашу жизнь в контексте дружбы, в контексте отношений, в контексте взаимоотношений с родными? Так ли мы смотрим на нашу жизнь в контексте нашей карьеры? Смотрим ли мы на свою работу или на наш бизнес как на инструмент, который позволяет нам получить какой-то уровень жизни, о котором мы мечтаем? Или, может быть, мы ищем и притворяем в жизнь то, чтобы наша работа или наш бизнес послужил бы для дела Божьего? Знаете, когда я читаю Евангелие, и особенно это упоминается, когда речь идет об Иуде, я вижу, что Иуда всегда, ну, почти всегда, часто употребляется рядом с тем, со словом ящик, ящик для пожертвований. У Иисуса был ящик для пожертвований, который носил Иуда. Мы знаем, что Иуда воровал оттуда, брал для себя. Евангелие нам также говорит об этом. Но мы должны понимать, что у самого Бога, когда Он был на земле, у Него был ящик для пожертвований. Люди клали туда деньги для того, чтобы Иисус вместе со Своими учениками мог жить, мог путешествовать, мог проповедовать. И эти деньги они тратили для того, чтобы купить себе еду или для чего-то другого. И мы должны понимать, что здесь, в Москве, многие из нас зарабатывают достаточно хорошо, и слава Богу за это. Но нам надо понимать, что Бог дает нам этот заработок, эти средства, не просто, чтобы мы повысили свой уровень жизни или жили так, как нам комфортно. Он дает нам это для того, чтобы мы могли вкладывать это в Небесное Царство, в Его дело, в Его Церковь. Блажение давать, нежели принимать. Это последнее, что говорит Павел своим друзьям. И это потому, что один из самых важных вопросов, которые мы, христиане 21 века, которые живем в обществе потребления, должны задавать себе, это осознаем ли мы всю нашу жизнь, что вся наша жизнь, все, что у нас есть, это дар от Бога для того, чтобы я мог отдавать, для того, чтобы я мог служить другим. Итак, друзья, мы увидели с вами принципы жизни служения Павла. Мы увидели его ценности, которые он пронес через годы своего служения Христу. И поэтому, если мы хотим сегодня ответить на этот призыв Павла, подражайте мне, как я Христу, то нам надо принять решение жить так, как жил он. Настоящий успех в жизни христианина это сделать все, чтобы твое поколение знало истину. Это указывать на Христа, а не на себя или кого-то еще. Это вкладываться в Божью Церковь. Это быть верным до конца в том, что поручил нам Иисус. И это давать больше, чем ты получаешь. И нам надо помнить, что сами по себе мы провалим эту миссию, мы не сможем так жить. Но с Духом Святым, с этой силой, которая теперь живет в нас с момента возрождения, мы можем быть успешными в нашей христианской жизни для того, чтобы имя Бога прославилось, для того, чтобы Церковь Божья росла и для того, чтобы количество верующих, Царство Его здесь, на этой земле, в нашей стране, в нашем городе умножалось. Давайте будем молиться. Господи Божье, благодарность Тебе за то, что Ты учишь нас из Слова Твоего, Господи. И это вызов для нас жить такой жизнью, Господь. И без Тебя мы не можем ничего, Господи. Я молюсь, чтобы Ты помог нам прожить жизнь по максимуму для Тебя, Господь. Мы слабы, мы немощны, но мы хотим, чтобы наша жизнь, она не была потрачена впустую, чтобы она была по максимуму для Тебя, Господь. И вот эти принципы, которые мы сегодня видели у апостола Павла, Господь, помоги, чтобы это были принципы нашей жизни. Помоги каждому из нас финишировать, пройти эту жизнь для Тебя по максимуму, Господь. и чтобы никто из нас в конце нашей жизни не сказал, я бы хотел жизнь прожить по-другому. Я еще много чего не успел сделать. Господи, Духом Твоим Святым работай в нас. Духом Твоим Святым обличай нас, когда мы не до конца верны Тебе, Господь. Духом Твоим Святым, Господь, обличай нас, когда мы не делаем то, что мы должны делать, Господи. Напоминай нам Слово Твое Духом Святым, Господи. И я молюсь, чтобы, когда каждый из нас будет жить в послушании Тебе, в послушании Слову Твоему, в послушании Духу Твоему Святому, Господь, я молюсь о том, чтобы Церковь Твоя действительно процветала, чтобы Царство Твое здесь, на этой земле умножалось, Господи. Помоги нам быть верными в малом для Тебя, ради Твоей славы, не для нас, Господь. Мы ожидаем того дня, когда Ты примешь нас в Свои небесные обители с распростертыми объятиями и скажешь, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего, Господи. Благослови нас этим, и благослови нас, чтобы там мы оказались не одни, а чтобы еще много наших друзей, которые пока еще не знают Тебя, были там с нами, радуясь Твоему спасению. Мы молимся Тебе об этом во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.